блин стриптипом они явно переборщили всем здарова приветствую вас на своем канале сегодня у нас на обзоре очередной бачок сайрон второй версии от компании и джи flavor погнали сразу на стол посмотрим на него а потом поговорим о нем так устройство у нас поставляется вот такой упаковки пластиковый 22 миллиметра поставляется в картонной коробке без окошка без ничего тут у нас передняя часть полностью открыта на которой изображал логотип джи flavor название бака также пишут что это вторая версия на 24 миллиметра объем четыре с половиной миллилитра также мы видим наш бак с обратной стороны коробки нас встречают голограмма скрэч-код штрих-код сделан в китае а также ссылка на сайт производителя также логотип джи флэр самом начале коробки нас встречает дополнительно перек стекло а также бак из допов имеем два дополнительных комплекта рингов а также два комплекта шлицевых винтов преднамотанные спиральки инструкция присутствует русский язык но его лучше не читать но я некоторые сроки зачитаю получить продукт отвинтите верхнюю крышку как показано на рисунке создайте свою катушку заполнение электронной жидкостью навинтите верхнюю крышку как показано на рисунке берегите от огня берегите от механического воздействия комплекте стеклянная трубка руководство пользователя аллен ключ в общем короче трэш байду транслейт или гугл транслейт круче какая-то дичь на комплектная отверточка с обеих сторон у нас идут шлицевые разных диаметров и крестовая отверточка которая пошире она предназначена для пина которая поуже для винтов в стойках так сам бак бак у нас 24 миллиметра четыре с половиной миллилитра баки будут поставляться в нескольких расцветках это ган метал как у нас на обзоре стальной черный и синий матовый так пойдем по порядку 510 дриптип достаточно широкий как для мтл бака верхняя крышка заправки имеет насечки через которые видны узоры жабр жабр или чешуи также на ней присутствует силиконовый уплотнительный ринг и видны специальные пазы они их немного позже так у нас выглядят отверстия для заправки данного бака а также сам механизм который накручивается крышка вот как это все выглядит сборе если присмотреться то видно что крышка заправки и бак не плотно сидят это может показаться с первого взгляда так как на щель она очень маленькая но она есть но не волнуйтесь жидкость не вытекает отсюда так как уплотнительный ринг достаточно плотно держит все и он будет препятствовать против вытеканию жидкости на куполе испарительной камеры у нас расположен логотип данного бака название сайрон внутри мы видим достаточно широкую шахту как для мтл бака купол имеет полу сферическую обработку двухстоечная база система gta 3 отверстия обдува спирали а также два винта для зажима спирали на кольце регулировки обдува у нас имеется два отверстия овальная которая покрывает все пять отверстий а также одно которое можно регулировать обдув каждое отверстие отдельно снизу бака мы имеем название бака то что это на 24 миллиметра нерегулируемый пин так если вы захотите его отрегулировать открутится стойка так что будьте осторожны серийный номер а также то что он был сделан компании и g flavor поговорим о базе база имеет достаточно большие отверстия для укладки ваты сюда подойдут спирали как на два с половиной миллиметра так и на 3 мне кажется на три с половиной тоже подойдут в комплекте нам производитель дает вот такие вот преднамотанные спиральки но как мне кажется время таких микро колов давно прошло и теперь можно наматывать вот такие вот фьюзы маленькие вкус они передают не хуже микрокойлов сегодня мы с вами попробуем спираль на три миллиметра фьюз клептон на шесть витков при установке таких спиралей как фьюз клептон будьте очень осторожны так как ножки пережимают спираль выкручивают и выламывают так что я вам рекомендую изначально немного подвернуть хвостики чтобы избежать всяких неудобств дальнейшем но я обычно это не делаю так что как-то пофиг для достижения максимальной вкусопередачи рекомендую сместить спираль как можно ближе к обдуву вот собственно все мы установили спираль никаких проблем с установкой в этот баг нет почему я выбрал спираль именно на 6 витков почему не на 5 потому что как по мне максимально вкусопередача достигается при широких спиралях который будет полностью перекрывать отверстия обдува ну вот мне лично так кажется если же вы нашли какую-то свою ценовую намотку пожалуйста поделитесь обязательно попробую да знаю не самая приятная вкладка ваты но мне как-то насрать вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться как по мне с дриптипом от берсерка смотрится гармоничнее чем с другими особенно со стандартным что же настало время подняться наверх и поговорить о данном баке и решить один вопрос а это сравнить его с его ближайшим конкурентом хастер мтл рта от компании ктулху погнали наверх хорош реально хорош и так что можно за него сказать во первых прикольно выглядит расцветка gunmetal с драгом вообще сочетается он как родной как будто комплектный бак к драгу прикольный дизайн система gta чем мне понравилась заправка данного бака так это тем что крышка она не на резьбе она на специальных пазах и достаточно просто провернуть полуоборота бак и вы имеете доступ к заправочным отверстиям также закрыли провернули все проблем никаких заправили бак не нужно попадать по резьбе то есть в этом плане очень удобно но если присмотреться между крышкой и баком такая просматривается щель кому-то это может быть критично мне на это абсолютно наплевать все равно там стоят изолирующие ринги и жидкость даже если у вас будет бак лежать там или перевернутом виде протечек никаких не будет еще один плюс можно поставить за регулировку обдува так как даже новичок может подобрать под себя тугость затяжки та которая ему необходимо то есть если он захочет он сможет открыть абсолютно все отверстия также и по одному перекрывать оставляя там четыре два три сколько угодно и также на кольце регулировки затяжки присутствует одно отверстие можно было подобрать под сигаретную тугую затяжку мне кажется это офигенное решение то есть если компания сейчас придумывают джик лёры то компания джи филе евро пошла другим путем они просто таки зачем нам тратиться на джик лёры если можно просто отрегулировать обдув и в этом плане мне кажется они приняли правильное решение так как я не хочу париться снимать спираль устанавливать джик лер я просто хочу отрегулировать обдув и наслаждаться жишкой огромный плюс поставлю за вкусопередачу он очень своеобразно передает вкус я даже не знаю как это объяснить такое ощущение когда вы покупаете жишку вы открываете баночку и вот аромат который идет с банки вот точно такой же аромат получается при парении данного устройства он не насыщает так сильно пар вкусом как это делают другие баки но ты все равно получаешь удовольствие паре данный бак я пробовал это устройство как на фруктовых жишках так на табачка и там и там он офигенно передает вкус что еще понравилось в этом баке так этот доступ к базе при почти в полном баке то есть достаточно будет про его перевернуть открутить и у вас имеется доступ к спирали доступ к базе доступ к укладке ваты если вы неправильно уложили но уложить неправильно вату здесь я не знаю каким раком нужно быть то есть система гитая это даже человек который не имел дело с парением сможет справиться с кладкой ваты за это тоже теперь перейдем к минусам первый минус это вот первое впечатление когда вы только открываете коробку вам в нос бьет запах будто бы и только пришли с шиномонтажа или же купили новые кроссовки вот коробка чем-то воняла вот внутри и сам бак вот его я его раскрутил и мне ударил сразу вот жареная резина паленая резина такое ощущение как будто о ринге мало того что они были приклеены к стеклу они просто завулканизированы были приходилось их отдирать и думал я их порву так мало того что как верхний так и нижний ринг были просто невозможно было их снять и думали стекло лопнет или ринге порвутся но в общем это неприятный момент и особенно запах новых кроссовок это не то что хочется нюхать с новым устройством еще один минус я поставлю за дриптип дриптип в этом баке очень слабо сидит и очень странно так как другие дриптипы сюда входят очень туго допустим возьмем дриптип от берсерка и блин приходится прикладывать огромное усилие чтобы этот дриптип сюда встал я не знаю почему так пешка которая с комплекта вообще сюда не входит не знаю или отверстия слишком маленькая или и о ринге может быть в дриптипе другие но я перепробовал все триптипы которые у меня есть с каждым триптипом нужно поебаться не прикольно так подойдем к завершающему вопросу это сравнение сирены с ктулуху так как эти баки очень похожи у них одна и та же система gta mtl gta бак если сравнивать данных два бака скажу так по вкусу передачи они очень похожи то есть если вы взяли сирену и подумаете насчет покупки ктулху это будет пустая трата денег так как по вкусу передачи они очень похожи но тут уже решайте вы сами что вам нужно если же вам нужно универсальное устройство я бы наверное выбрал ктулху если же вы берете сигаретник и вы не хотите париться с жиклёрами то конечно же возьмите сирену но по вкусу передачи по качеству эти два бака ладно скажу честно по качеству выигрывает немного ктулуху но по обдуву по удобству заправки по доступу к базе выигрывает сирена а по вкусу передачи я бы сказал они абсолютно на равных позициях для меня они на одном уровне то есть мне не впадло поменять джиклеры на ктулху но мне впадло париться с дриптипом у сирены точно так же как установка спирали на сирене и на ктулху элементарно доступ к обдуву спирали да это конечно немножко геморно у ктулху но эти два бака очень похожи по вкусу передачи ну вот прям я бы поставил их рядом потому что я их пробовал на одинаковые намотки как сирену так и ктулху разницы практически никакой так что решать лично вам если вам нравится один бак не нравится другой то всегда можно найти минусы в том что тебе не нравится данное устройство мне нравится я буду рекомендовать его к покупке ценник на рынке на этот бак на гербесте он прыгает и на 24 миллиметра миллиметра кажется стоит 35 баксов а на 22 миллиметра что-то типа с 25 перепад в 10 баксов на и разницу получить на 2 миллилитра на 22 миллиметра у этого пока будет 2 миллилитра на 24 четыре с половиной до переплатить 10 баксов за два миллилитра жидкости решайте вы в общем как-то так данное устройство мне понравилось рекомендовать его в покупке я буду спасибо большое что смотрели подписывайтесь на канал ставьте лайки огромные вам удачи и пока